сейчас ты видишь наждачную бумагу на которой я уже немного нарисовал начал рисовать видео ускоренное ну вот как обычно я навожу белым общий фон сначала небо рисую оставляя внизу часть для суши наверху не небо становится темнее переходит в холодный синий цвет ниже она более теплых тонах желтым розовым зеленый добавляю не вы смешиваю получается такое сегодня наждачка очень мелкозернистые и не самая качественная из ну то есть у меня есть определенные для меня идеальная наждачка но это не самое лучшее поэтому мел плохо на нее накладывается значит видишь что я наношу разные оттенки и смешиваю между собой получается такой холм он он сиреневый вдалеке потому что он в отдалении находится я еще раз провожу прохожу белым цветом чтобы подчеркнуть границу где горизонт рисую еще одну гору внизу она уходит в туман светлый я очень люблю растирать разные оттенки цвета и получается очень красиво особенно есть некоторые оттенки которые особенно красивые так я еще добавляю оттенки в него почему-то сушу я прорисовываю землю горизонтально то есть небо она наискосок или вертикально прорисовывается земля горизонтально по направлению ландшафта вдаль в отдалении все становится более синим и более прозрачным вблизи землянистые цвета пейзаж представляет себя такую такое произведение из разных цветовых оттенков как если бы это была музыка очень мелодичная с плавными с красивым переходом где один где одна композиция переходит вдруг композиция сменяя меняется ритм меняется там направление и очень красиво все это прорисовываю самые близкие то есть ведь ты видишь что здесь направление теперь я сделал направление в другую сторону то есть потому что эта земля то есть самый ближний к нам план у неё с другое направление нежели здесь видишь вот этот ближний план у него одно направление второй план это горизонтальная направление 3 план горы это тоже горизонтальное направление как бы видишь что верхний вот эта гора она уравновешивает композицию то есть внизу по диагонали направление земли и вверху в противоположном направлении вот эта гора прорисовываю речку сначала темного к светлому сначала прорисовываю глубину речки потом сверху волны все это я рисую сухими мелками и на наждачной бумаге на обыкновенной ты видишь как вот из-за обыкновенного обыкновенного куска наждачной бумаги получается такая вот красивая картина теперь буду прорисовывать более мелкие детали там деревья ты видишь как я рисую на черном видишь что я чтобы обознаешься какие-то детали то я делаю их противоположными цвету на фоне на котором они находятся чтобы они выделялись в деревья рисую светлыми рисую и как бы общую массу деревьев прорисовывают эти стебельки веточки то есть от общего к частному вдалеке прорисовываю деревья тоже более таким сеть более холодным цветом потому что они в отдалении находится дальше прорисовываю еще более маленькие деревья что они еще дальше от нас находится рисую крышу дома домик рисую крышу и стену его освещенную на на темном фоне прорисовываю там дверь рисую крышу разным разным цветом коричневым оранжевым добавляю там разнообразить под разным направлением углом дома рисую это на самом деле я считаю очень легко и у тебя получится намного лучше чем у меня и ты сможешь посмотрев мои видео и повторив ты сможешь завесить свои комнаты в картинами и с каждой картины которые ты будешь новую рисовать с каждой новой картины тебе будет все больше и больше нравится это рисование только осторожнее не порань пальчики о наждачку с непривычки чем ближе к нам находится объект дом тем больше нужно его детали там прорисовывать чем дальше от нас тем более обобщенного выглядит когда рисуешь мелом то ты можешь фон допустим мы большие части наносить пусть мне бы наносить плашмя а мелкие детальки окончанием или углом мела прорисовывать прорисовывают тропинки обычно использую для тропинок несколько оттенков там для разнообразия еще дорисовывать стволы деревьев стебляки общенно так еще деревья подрисовываю теперь рисую птичек их надо рисовать в шахматном порядке под разным направлением и рано разном расстоянии желать но это вы можете как хотите рисовать просто в этом ничего не будет страшно если вы нарисуете их там ставить из допустим летящих в одном направлении но я вот так пришел к тому что так рисовать рисую на переднем плане видите что на светлом зеленом фоне рисует черным черные стебли деревьев потому что если у меня был темный фон то я обрисовал их белым мелком чтобы они выделялись и сверху еще там добавляю белые на них по ним то есть все все что рису имеет тень и освещенную часть теневую освещенную часть и рисую тут еще чтобы украть сделать красивый пейзаж еще на переднем плане вот добавляю деревица и забор ограждение небольшое вдоль дороги вот все пейзаж готов